В Москве будет продолжен снос торговых павильонов, возведенных без разрешения властей. Об этом агентству «Интерфак» заявил представитель столичной госинспекции по недвижимости. По его словам, демонтировано 85% самостроя. И уже виден результат. Неприглядные постройки больше не загораживают исторические здания, не уродуют площади и бульвары в центре города. О том, как оценивают перемены москвичи, в репортаже Тимура Сирозива. Еще немного и от странной неприглядной постройки на Большой Сухаревской площади не останется следа. Зато теперь хорошо видны исторические здания. С одной стороны храм 17 века, с другой институт Склифосовского. Этот ансамбль 19 века творения русского архитектора, позже переделан итальянским мастером. Постройка непонятной формы была между ними. Это строение было лишнее. Оно не вписывалось в архитектуру ни района, ни города. Абсолютно. Ну смотрите, здесь церковь восстановили наконец-то. А этот угол вообще непонятный был. Так что я считаю, прекрасно. Молодцы. Я за. Рабочие удаляют с лица столицы следы ошибок прошлого. Всего около столарьков и магазинов. Больше всего времени уходит на снос вот таких построек. Торговая галерея у Савеловского вокзала не только закрывала собой здание самого вокзала, которому более 100 лет, но и представляла угрозу для пассажиров метро. Из-за него в переходе появились трещины. А на станции Кропоткинска из-за незаконно построенного магазина нарушена гидроизоляция. Проходили значительные протечки на самой станции. Значит, ликвидировать данные протечки было затруднительно в связи с тем, что подход к коммуникациям метрополитена с самими постройками были затруднены. Строения около метро закрывали вид на храм Христа Спасителя. Сейчас церковь и другие здания, заслуживающие внимания, хорошо видны издалека. Отреставрированные здания. Будет зелень, а не стекло, бетон, пластик какой-то, да? Не имеющие никакого отношения к истории Москвы. На снимках как было и как стало. Высотка на Кудринской площади, площадь перед станцией метро «Чистые пруды», метро «Сухаревская». Все выглядит так, как и задумывали архитекторы. Актриса Ольга Дроздова живет на чистых прудах. Там же находится театр «Современник», где она работает. Сегодня утром она наконец-то смогла разглядеть памятник, построенный еще в 1959 году. Ну, красиво. Стало так красиво. Я увидела памятник Грибоедову, наконец-то, разглядела его. Потому что в перспективе, все-таки, когда скульптур его делал, он же не для ближайшего рассмотрения. Чтоб я вот каждый раз, когда сталкивалась с ним, тогда его видела. «Чистые пруды» – одно из самых популярных мест у жителей Москвы и гостей столицы. Историки и архитекторы давно требовали вернуть площади первоначальный вид. Метро «Чистые пруды» является объектом культурного наследия регионального значения, охраняется государством, его и любое искажение, в принципе, уголовно наказуемое деяние. И до сих пор непонятно, при том, что статусом объекта культурного наследия станция обладает достаточно давно, непонятно до сих пор, почему никаких телодвижений по сносу не происходило. Около станции метро «Сокол» стояли десятки палаток. Они занимали большую часть пешеходной зоны. Такая же картина была и около станции «Динамо». Я здесь бываю каждый день. Мимо этих палаток, конечно, не протолкнуться. Вот как еще недавно выглядела территория около метро «Динамо» и одноименного стадиона. А так арена будет выглядеть, когда строительство стадиона закончится. Во время игр здесь будут собираться более 30 тысяч болельщиков, поэтому ничего лишнего. Все станции метро, которые были сделаны в тот период сталинское время и постсталинское время, они делались как целые дворцы. Они были такие серьезными входами. И, конечно, это нужно сохранять, чтобы это было видно, чтобы ты подходишь и видишь, и чтобы не бабушки стояли с семечками, которые продавали и с варежками, а чтобы это было достойно. Вернуть в Москве первоначальный облик решили несколько лет назад. В 2013-м центр столицы освободился от оков рекламных вывесок и растяжек. Купи-продай на каждом шагу уродовали до неузнаваемости и одну из самых известных улиц – Тверскую. Сейчас все. Вот она, чистая, пустая улица. Мы видим все фасады, весь этот торжественный строй зданий. Год за годом облик Москвы меняется, становится более европейским, интеллигентным и приятным для жителей и гостей. На пути к этому осталось ликвидировать еще 15% незаконно возведенных строений. Тимур Саразих, Екатерина Белова, Дмитрий Рунков, Александр Дудин, Первый канал.